Всем привет! Меня зовут Елена. Предлагаю сделать сегодня красивые розочки легко, просто и быстро. Для них я выбрала вот такой шаблон заготовок. Всего понадобится две заготовки поменьше и две заготовки побольше. Тонирую заготовки краской штемпельной подушки. Одну из маленьких заготовок тонирую полностью с двух сторон. На остальных заготовках тонирую только центр и несколько лепестков с лицевой стороны. Использую я сегодня китайский фоамиран, но подойдет и иранский. Полностью окрашенную маленькую заготовку разрезаю на отдельные лепестки. Для фоамирана я использую секундный клей Космофьен. Для сборки розы понадобится зубочистка. С правой стороны от центра лепестка ставлю капельку клея. И склеиваю лепестки внахлёст. Все лепестки должны располагаться на одной линии. Нижнюю часть лепестков обрезаю. На внутренний край получившейся ленты наношу капельку клея. Прикладываю зубочистку и аккуратно скручиваю полосу в рулончик. Бутон можно скрутить плотно или немножко распустить. Приклеиваю край последнего лепестка. Немного распушаю бутончик, предварительно нагрев края лепестков. Внутренний бутон розы готов. Остальные заготовки обрабатываю одинаково. Можно лепестки разогревать на утюге, а можно при помощи зажигалки. Я покажу оба способа. Прогреваю край каждого лепестка и растягиваю его пальцами. Все это делается быстро и очень просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Осталось собрать цветок. На основание бутона наношу клей. Следующий приклеиваю маленькую заготовку. Далее приклеиваю каждый лепесток отдельно. Сначала наношу каплю клея на левый край лепестка и приклеиваю так, чтобы этот левый край шел вертикально вверх. Теперь буду приклеивать правую часть лепестка. Наношу каплю клея на край и приклеивая лепесток делаю небольшую складку. Продолжение следует... Продолжение следует... Следующую заготовку приклеиваю так, чтобы темные лепестки совпадали. Клей наношу на готовый бутон и приклеиваю следующую заготовку. Слежу, чтобы лепестки располагались в шахматном порядке. Продолжение следует... Продолжение следует... Приклеиваю последнюю заготовку. Продолжение следует... Цветочек готов! Вырезаю подходящие чашелистики, тонирую их краской штемпельной подушки, складываю лепестки вместе и перетираю между пальцами, затем расправляю и приклеиваю чашелистик к цветку. Роза готова! Из двух маленьких заготовок для розы делаю бутоны и подклеиваю к ним чашелистики. Смотрите продолжение в следующей серии! Быстро и легко получается целый букет очаровательных розочек! Буду рада вашим комментариям! Подписывайтесь на канал Будем Творить Вместе! Если после просмотра видео у вас остались вопросы, загляните в описании под видео, если ответов не нашли, пишите в комментарии, я обязательно отвечу! Благодарю за внимание и до новых встреч!